Дорогие друзья, всем привет, дорогие участники. Ну что, друзья, вот и подошел наш конкурс 12 сезон к концу. Что могу вам сказать? Меня зовут Инна Сабелая. Я подытожу все наши оценки и все, что говорили вам члены жюри. У нас в этом конкурсе в 12 сезоне принимали очень много участников с разных стран. Это Латвия, Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Израиль и Великобритания. Мы, конечно, огромные молодцы. Работы с каждым разом растут. И вы показываете свой огромный-огромный талант. Хотела некоторые работы выделить. Ну и, пользуясь такими инноваторскими штучками, как наш стрим, хочу попытаться вам показать некоторые работы. Так что не обессудьте, если что-то у нас не выйдет сегодня, но мы обязательно обещаем вам в эфире уже послезавтра, через дня 2-3, выходить в эфир с нашими членами жюри. Они вам будут рассказывать ваши оценки, вам замечания, представиться поближе. Ну и у вас будет возможность задать нашим членам жюри вопросы. Может быть, у вас они какие-то возникли, вопросы после того, как вам поставили ту или иную оценочку. Ну а сейчас давайте я вам покажу, что у нас уже есть. У нас есть сайт. Вот, друзья, сейчас я вам его покажу. Простите. Вот такой у нас есть сайт. Посмотрите, пожалуйста. Я надеюсь, что вы его видите. Вот такой есть сайт, друзья, где можно его посмотреть. Я надеюсь, что вы его смотрели. Что можно увидеть на этом, на нашем сайте? Можно посмотреть главную страничку, можно почитать положение, сотрудничество. Что такое сотрудничество? Это те участники, которым мы рассылаем предложения о сотрудничестве, которые уже выступали у нас. Конкурсы, ознакомиться, отзывы посмотреть. У нас замечательный сайт с отзывами, где вы можете посмотреть, почитать, перейти прямо на их страничку. Вот, немножечко прогружается. Слабый интернет, но вы увидите. Так, слабый-слабый интернет. Да. Вот. Надеюсь, что вы видите эти работы. Наши отзывы тоже можете посмотреть и перейти на участников на страничку. Что еще у нас самое интересное? Это конкурсные таблицы. Вот давайте сейчас с конкурсной таблицы мы и начнем. Конкурсная таблица. Сейчас, одну секунду, интернет слабый. Конкурсная таблица 12 сезона. Открываем конкурсную таблицу. Не нужно. Здесь вы видите всех наших членов жюри, которые говорили вам ваши оценки. Вот так. Вот здесь вы видите вокальные, инструментальные, композиторы и так далее. Хореография, искусство, цирк. Это у нас перевел. Здесь видите всех участников. Можно просмотреть всех. Видно, кто получил какое место. Да? Ну, хотелось бы вам показать вот таких друзьям. Я надеюсь, вы видели мой сайт, и у нас все вышло, чтобы вам показать. Хотелось бы отметить участников. Вы все огромные-огромные молодцы. Ну, это как бокал, возрастная категория 10-13. Анна Юркевич, Беларусь. Очень огромная молодец. Преподаватель подбирает очень интересный, правильный репертуар. Елена Исайкина. Вам браво. Давайте посмотрим. Попытаемся посмотреть, в принципе, как... Давайте сейчас посмотрим. Я вам подключу. Посмотрим, как выступала наша Анна Юркевич. 10-13 лет. Мы переходим. Вот, посмотрим сейчас вместе работу. Попытаемся посмотреть. Анна Юркевич, город Минск, республика... Awards 2019. 15 ведущая группа. Регально. Наши девочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова В принципе, вы увидели. Так что, Анна Юркевич, браво. Вы огромная молодец. Что, в принципе, и... И спасибо огромное вашему преподавателю. Так, продолжим дальше. Хотелось бы выделить... Это была Бекян Карина, Украина, 10-13. Возрастная категория – эстрадный вокал. Давайте, друзья мои, если у нас все получится, мы сейчас посмотрим. Пола Бекян Карина. Так, у нас не совсем сейчас получится. Одну секундочку. Еще раз. Перегружаем. Простите, мы только учимся. Так что, надеюсь, у нас завтра-послезавтра эфира будет более активной и интересной. Ну, а в принципе, я напоминаю вам, что все друзья, кто прошел в конкурсе и занял гран-при, у нас в Лондон приглашаются без оргвзноса. Так что оргвзнос за вас, друзья, оплатит компания. Так что ищите спонсоров. И я надеюсь, что мы с вами встретимся в Лондоне. Итак, где же наша девушка? Вот так. Подключиться. Давайте посмотрим, какая она огромная молодец. И я надеюсь, что мы с вами встретимся в Лондоне. В принципе, друзья, я надеюсь, вам все понравилось. И продолжим дальше. Продолжим дальше смотреть. Хотелось бы выделить, конечно, Черников Александр. Россия, эстрадный вокал. 10-13 возраст, простите, 10-13 возрастная категория. Давайте посмотрим и попробуем услышать, как он исполняет тоже бокал. Черников Александр. Смотрим. 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 В принципе, мы услышали тоже. Так что огромное спасибо нашему Александру. Россия, вы огромный молодец. Давайте посмотрим, что он уже дальше. Хотелось бы выделить цирковую школу «Веселая арена». Очень много было прислано от вас работ. Вы преподаватели респекта. Дети все молодцы, огромные молодцы. И много из вас заняло уже первое место, даже если гран-при. Давайте посмотрим некоторые работы ваших деток. Так, подключаем и сейчас мы посмотрим «Веселая арена». «Веселая арена» Ну, вот так отработала девочка, в принципе, хорошо. Жюри тоже оценили, так что вам огромный респект преподавателям за то, что вкладываете в своих детей. Елизавета Павленко. Огромная молодец. Россия. Очень динамично, красиво, достойно. По поводу художников, друзья. У нас с каждым разом все прибавляется и прибавляется художников. Все настолько огромные профессионалы, что очень приятно за вами наблюдать. И даже тяжело, Жюри мне говорит, оценивать даже ваши работы, потому что все на высоком уровне. Хотелось бы отметить еще раз, что за вами наблюдают и надеюсь, что вас тоже будут приглашать, наверное, в персональные выставки. Как повезло нашему, нашей участнице Жишко, Наталье Жишко, которую пригласили в Италию на персональную выставку. Мы ведем переговоры, скорее всего, выставка будет летом. Так что посмотрим, держим кулачки. И по поводу художников, друзья мои, выставка будет проходить 4 октября в момент фестиваля в холле Рудольфштейнерхаус. Вы можете привезти свои картины. И не только выставка, а выставка продажи. Так что, друзья, собирайтесь в Беликобританию. Давайте уже будем об этом говорить. Вы можете привозить уже свои картины. Давайте посмотрим художников. Это замечательные картины. Это очень талантливые люди с огромной буквы. Давайте я попробую сейчас вас. Евгений Попов. Так, Евгений Попов сейчас включать не могу, но вы очень тоже достойны с работой. Давайте арт. А и фолек арт. Давайте посмотрим ваши работы. Вы взяли три гран-при. Огромные молодцы. Посмотрите, пожалуйста, работайте. Огромные молодцы. Еще столько, три гран-при. Огромные молодцы. Так вот, друзья, я вас поздравляю, потому что вы были одни из самых лучших. У вас было представлено три работы, и вы получили три гран-при. Это очень-очень высокая оценка. Вы огромные-огромные молодцы. Давайте посмотрим еще одного художника, которого нужно тоже отметить и представить, Аделина. Аделина, у вас замечательные работы, которые стоят тоже очень огромного внимания. Они очень динамические и завораживают. Давайте посмотрим, друзья. Вот так. Аделина, вы огромный молодец. Мы видим, что вы тоже проводите свои выставки. Мы желаем вам тоже огромной удачи и ждем вас с вашими работами у нас в Лондоне и на наших площадках. Я как говорила, что мы начинаем делать... Ну, об этом, наверное, я вам потом расскажу. То, что у нас будет для художников, это отдельные сюрпризы на нашей площадке. Будет для вас отдельная... Ну, об этом немножечко позже. Что хотела вам сказать, что, Елена Манко, вы творите очень шикарные работы, но, к сожалению, из-за того, что очень плохо снято видео, некачественно, работы ваши оценить по достоинству невозможно. Так что, друзья, обратите, пожалуйста, на это внимание. И хотела сказать вам, что, как и говорила коллега, Марина Онелла, президент ЮНЕСКО, наш член жюри, на что настолько снята иногда некачественно работа, что не видно, кто на сцене танцует, мальчик или девочка. Друзья, ну, вы же участвуете, вы же отдаёте ей деньги и тратите время, чтобы победить. И снимайте более качественно, поближе, ну, чтобы было хотя бы видно эмоции, кто это танцует, мальчик или девочка. Вот так. Ольга Кравченко, Искусство Слово. У вас замечательный текст, который основан на реальных событиях. Ну, было бы очень красиво, если бы вы его сами прочли и зачитали. Так что, в следующий раз, мы надеемся, вы его зачитаете сами. И в Word, в файле в Word пришлёте нам текст, который мы тоже прикрепим, чтобы читали и люди. Вокал 26+, Альбина Грузиан. Простите, если ошиблась. Достойно. Очень красиво. Очень хорошо, обаятельная девушка. Очень-очень красиво. Хотела бы выделить красивые платки, красивые орнаменты. Это Наталья Валенская, если я не ошибаюсь. Очень тоже достойно. Замот. Инструментальный ансамбль. Очень интересный, друзья. Молодцы. Огромная маленькая умничка. Дзебан Ульяна. 6-9 лет. Современный танец. Очень достойно, красиво. Ну и давайте посмотрим Валерия Шаха Назара. Вот замечательный молодой человек. Которого бы хотелось бы выделить. Сейчас, одну секундочку. Вы поймёте, о чём я говорю. Я подключу. Валерия Шаха Назара. Да, посмотрите. Этого молодого человека приятно не только слушать, но и... Огромный парень молодец. Очень приятно, когда с аккордеоном или с любым музыкальным инструментом передают с музыкой эмоции. Хочется, хочется смотреть. Очень достойно, красиво. Так что желаем вам удачи. У вас всё. Обязательно, молодой человек, получится. Ну, хотела для сравнения вот включить... Не знаю, кто обидел молодого человека. Играет очень достойно Александр Костин. Ну, как-то он не... Сейчас поймёте, о чём я вам говорю. Давайте посмотрим на эту работу. Друзья, нужно улыбаться. Тем более вы работаете на сцене. Давайте посмотрим эту работу. И так все работают. Ну, посмотри на меня, пожалуйста. Какие зрители. Ну, что я вам могу сказать, друзья? Александр так и не повернулся. Ни разу не посмотрел на своих зрителей. А зря. Александр, поворачивайте своё лицо. Оно у вас прекрасное. И мы хотим смотреть вам в глаза, чтобы вы нам немножко хотя бы улыбались. И вот вашему вниманию ещё хотел представить одну работу. Тоже достойное замечание. И внимание, с вашего позволения, сейчас включаю. Артур Романов. Кавер. Очень достойно. Оно улыбаться. Я желаю. Дорогие друзья, ну, в принципе, вот такие самые интересные итоги. Вот хотела еще похвалить Саламея, 6 лет, номинация «Духовые инструменты». Умничка, отлично, остатка, канико, лето, очень достойно. Ну, это часть тех ребят, участников, которых хотелось бы отметить. А так хочу вам сказать, что вы все огромные-огромные молодцы. Собирайтесь на следующие конкурсы, которые будут проходить. Собирайтесь, пожалуйста, в Лондон, который будет проходить 4 октября в Рудольф Штейнер-Хаусе. Так что я вас всех жду. Ну, до новых встреч. Заходите на наш сайт, заходите, пожалуйста, знакомьтесь с таблицами. Ну, и удачи, и обязательно вам победы. Все, с любовью. Вся команда «Огромная Golden Time». До свидания, друзья. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.